Здравствуйте, дорогие друзья, читатели и поклонники «Аргументы и факты» в Украине. Для нас в гостях Яна Солок. Здравствуйте. Очень приятно сидеть для нас в гостях. Как ваши дела? Спасибо, отлично. Вот с танцем к вам быстренько прибежала. Здоровья, нормально. Да-да-да. Мы самый первый, самый важный вопрос. Уже все знают, что это секрет. 20 число. Что это будет? Расскажите нам по-подробнее. Да, 20 ноября, в этот четверг, я приглашаю всех-всех, кто меня знает, кто следит за моей жизнью. Это будет такой, знаете, вечер. Вечер со мной, вечер с Яной. Я хочу поделиться песнями, которые я писала долго, которые я боялась показать, которые я стеснялась, ну, да, стеснялась показать людям, вот, знали, там, мама, муж, брат и все. А теперь я готова, и я хочу пригласить всех, и, в общем, хочу прирасти время в близком кругу людей. Такой такой большой, ну, сколько песен будет исполнено? Или это тебе и какое-то еще? Будет не концертная программа, да, не час, не два, но посмотрим. Ну, до часу, 40 минут, ну, в общем, как душа пожелает, знаете. Просто в каком, подсчет Марат, в каком амплуа мы видим певицу, вас пришла? В каком амплуа? Вы понимаете, уже так тяжело всех как-то говорить. Чего? Говорить вы не отвечаете. А если вы все не пришли, а не вы чего видели? Да, нет, я просто очень, знаете, я долго, я долго работала в разных амплуа, вот, после холостяка, я создала свою группу, Iron Peels, где мы пели и писали английские песни, мы были в стиле 80-х, американские 80-е, мы кайфовали от этого, я была дерзкая, я была такой сексуальной, и, знаете, на тот момент, после передачи, это прям, вот, это мое состояние было. Потом меня случайно, ну, не хочу сказать, занесло, но я работала в группе Real O, я очень благодарна компании Талант Групп, группе Real O, потому что это определенный опыт был в моей жизни, но это было по состоянию души не я, и это, я не могу сказать, что образ, я просто, да, я была собой, я пела песни, я делала то, что мне надо было делать, я пела то, что надо было петь, я получала опыт, я училась, я многому училась у Наташи, ей благодарность огромная, я научилась жить с девочками, я научилась с ними ездить везде, путешествовать, но эта музыка, это совершенно не моя музыка была, и я считаю, что женский мир, он-то совершенно разный, сегодня мы просыпаемся, у нас хорошее настроение, нам хочется петь какие-то нежные песни о любви, через два часа у нас, нас кто-то обидел или что-то не так пошло, и нам хочется петь и танцевать дерзкие танцы, дерзкие песни, поэтому я не могу сказать, что я буду одинаковой, я буду разная, буду разная и такой же, как и в жизни, и я не понимаю, на самом деле, как можно петь 20 лет одну и ту же музыку, я хочу делать разное, я пишу разное, люди не верят, что это ты написала и эту песню ты написала, очень разные, а почему бы и нет, сегодня я хочу так, сегодня я хочу так, поэтому я приглашаю всех, и мне даже интересно будет, что люди скажут, как они меня увидят, потому что, конечно, мы видим себя такими, а со стороны это по-другому, поэтому мне очень интересно, но главное, я буду искренней, я буду собой, это моя музыка, я её писала, и неискренней, искусственно её исполнить просто невозможно, поэтому, ну, я буду совершенно разной. Да, все приглашаем, начала посмотреть новую сольную пилицию. Да, да, ну, дай бог, дай бог, я очень хочу, и очень хочу, чтобы у меня всё получилось, но без поддержки людей ничего не получится, 100%, поэтому я очень хочу, чтобы всем понравилось, ну, а прежде всего, чтобы все пришли и 20 ноября. Спасибо, следующий вопрос Аиша спрашивает. Яна ещё сказала, если как вы неинтересны, не страшно начинать сольную карьеру? Страшно, да, я переживаю, я переживаю, потому что я была всегда в коллективах. Одна я выйду на сцену, ну, как, не впервые, я в детстве, понятно, что я одна была, мама меня-то считала, мы ездили везде на конкурсы по Украине, я пела одна, но сейчас я взрослая, я другая, и я выхожу впервые одна, конечно, для меня это очень волнительно, очень сильно. Спасибо, следующий вопрос Магда спрашивает. Яна, вы сейчас в статусе экс-солист Кириало и на трофе сольной карьеры. Поддерживаете ли вы отношения с девочками из группы? Интересуются ли они вашей новой деятельностью и успехами? Да, мы в хороших отношениях с девочками. Вот недавно спрашивала Алина, Лина, Регина, ну, в общем, все девочки, они все по очереди, они все волнуются, спрашивают у меня и ждут, ну, я надеюсь, ждут со мной этого дня. Ну, им интересно, конечно же, каждому человеку будет интересно. Мне было бы интересно послушать, если у каждой из девочек начнется сольный проект, потому что это жизнь, это внутри, они меня плохо знали, они не знали, какую я музыку, я им ни разу не ставила свои песни, вот, поэтому интересуются, и вроде бы действительно, правда интересуются, поэтому они, конечно же, будут. Вот Регина только, наверное, не успеет, хотя, может быть, и успеет прилететь, вот. Так, поддерживаем друг друга. Отношения поддерживают еще одно? Да, у нас совершенно нормальные отношения. Не лучшие подруги, но нормально, не ссоримся. Счастливый вопрос, уже интересую сейчас многих, сделали интригу, спрашивают, здравствуйте, Яна, в интернете гуляет информация о том, что ты собираешься быть ведущей на шоу на новом канале? Это правда? Если да, то как собираешься вмешать карьеру певицы и ведущей? Что дойдет в приоритете? Да так случайно, я не знаю, откуда эта информация взялась. Да, я была на пробах на новом канале на новый проект телеведущей, в роли телеведущей, но я никому не рассказывала это, я не знаю, откуда это появилось в интернете. Ну, как бы я была бы рада, хотя там очень тяжелый будет морально проект. Ну, если утвердят мое участие в этом проекте, я бы, конечно, подумаю, но очень сложно будет морально. Поэтому я сейчас всю энергию отдаю в свое сольное, ну, не хочу называть это сольное, просто в свое творчество, в свою жизнь, не знаю пока. Ну, это интересно, это интересный опыт, опять же-таки. Я, конечно, никогда не была ведущей, надо учиться, много учиться. Ну, будем... Хорошо, берем самый лучший вариант, и вы стали ведущей этого шоу. Плюс у вас сейчас карьера. Да. Как совмещать будете? Ой, ну это довольно сложно совмещать и сольную карьеру, и ведущую, потому что сейчас я занимаюсь каждый день танцами. Я пару раз в неделю на студии, и я не знаю, когда еще... Это ночью надо ее не спать, но это очень сложно. Еще же у меня как бы семья, я же хочу... Я же еще семейный человек, и я люблю своего мужа, и хочу, чтобы у нас все было с ним хорошо. Поэтому я всегда буду распределять. Если я буду понимать, что здесь как-то я недоуспеваю, я не буду лучше браться за... Да, уже если что-то делать, то уже на 100%, а не так везде по чуть-чуть. Спасибо большое. Следующий вопрос Арсен спрашивает. Еще с непонятных времен, времен шоу «Холостяка» от задумчивости маме, вы ярко слуху, и, наверное, в многих сердцах по сегодняшний день, какими словами вы охарактеризовали свой жизненный и творческий путь до сегодняшнего дня? Каким он должен быть при отличном и безупречном раскладе в будущее? Умолочки, так сложно. Арсен, очень сложный вопрос. Так, давайте начнем с того. Какой творческий путь от начала до сегодняшнего дня? Изначально, если уже Арсен затронул тему «Холостяка» и людей, в сердцах которых я уже сколько лет, уже 4 года прошло, мне так приятно. Просто я, если бы можно было всех собрать людей, которые смотрели «Холостяк», я бы безумно хотела вот такую встречу организовать. Я как-то не знала. Когда я была на передаче, я не думала, что так все произойдет. Я просто жила, и все. И даже потом я не понимала, насколько людей много смотрит это. И сейчас мне все продолжат говорить, какой рейтинг был передачи, как пол-Украины смотрела эту передачу, болели за меня. Мне так приятно. Я просто не могу даже в это поверить иногда. И мне так хочется всех встретить очень сильно. Может, когда-то это получится. А творческий, что там было творческое? Мне вот это вот у меня в голове. До сегодняшнего дня. И какая мечта, какой должен быть дальше творческий путь? Ой-ой-ой. Ну вот то, что было тогда, реал, ой, все-все-все, это просто такой опыт, опыт, ступенечка, ступенечка, ступенечка. Маленький. Это, ну, если можно, это творческий назвать. Ну, вот сейчас, 20-го числа, вот это самый главный мой творческий путь начнется. Потому что это я буду настоящая Яна Соломко. И сейчас 20-го ноября для меня такая стартовая точка. И потом я буду на 100% стараться. Я хочу, чтобы это был вокальный и танцевальный проект. И, ну, настоящий артист, он должен делать все. И людям не должно быть скучно при этом. И они должны верить нам. Поэтому я буду делать все возможное. Я этим живу. И надеюсь, что всем понравится. Очень надеемся. Передем к следующему вопросу. Ира спрашивает. Яна, в холостике ты говорила, что хочешь детей, как можно раньше. Да. Или ты будешь с мужем, ребенком, или ты будешь сейчас только заниматься творчеством? Блин, я даже не помню. Я говорила такое. Но я поверю ей. Дети, это же такой подарок от Бога. И нельзя их планировать. Или же их сейчас нет, не время. Ну, как так можно говорить? Когда это случится, тогда это не должно случиться. Это же от Бога все. Поэтому я приоритет не ставлю. Нет, только карьера. Еще пять лет мне нельзя. Нет, нет, нет. Как будет? Так будет, да? Да. Следующий вопрос. Повторяется, несколько раз. Какая музыка играет в вашей плейлисте? Какие позиции? Каких испытателей вы будете слушать бесконечно? Вот даже мы сейчас включаем. Я, кстати, пользуюсь ВК-плейлист. Когда у меня есть время с телефона слушаю. Ну что, я слушаю Вилла Ем, Джанет Джексон, Райан Льюиса, Трей Сонг я очень люблю, Крис Браун, Бейонс, Келлис вот у меня есть, Элла и Ре. Ну вот все такие, как видим, наших песен у меня. Не, ну почему? Есть очень много красивых наших песен. Я сейчас почему-то начала слушать. Это благодаря Глиера Институту, Татьяне Николаевне Русовой. Я очень много узнала старых романсов, очень много красивой есть музыки. Иногда хочется классику послушать. Но в основном это, конечно, такое хип-хоп РНВ. Тоже вопрос, если ты повторяешься, почему-то интересует многих это. Я на какой у тебя размер ноги? 38. Не знаю, в кадре онлайн, в кадре онлайн вас спрашивают, почему-то такое интересное видео онлайн. Не, ну это же интересно. Ты смотришь в кадре, непонятно, какого роста, непонятно, какой там размер ноги, талия, грудь, извините. Все, это все интересно. Почему? Мне тоже было бы интересно узнать многих там заграничных подробностей. Ты понимаешь, рост ваш? Рост у меня метр семьдесят три-четыре, по-моему. Семьдесят три, наверное. И дальше параметры? Почти как у моделей. Почти идеальные. Главное, чтобы было нам комфортно. Вот если мне тогда в холостяке не было комфортно, ну так получилось. Мы нервничали, переезды, эти круассаны, булки, что попало, кушали. И вот как бы я немножко была и побольше. Ну что поделаешь, теперь я вернусь в нормальную жизнь, у меня есть муж, я танцую. Вот, и все. Главное, чтобы было комфортно. Тут это начинают. Диеты. Никаких не надо диет портить здоровье себе. Активный образ жизни. Да. И не задумываться. Вот у меня нет понятия диеты. Нет. Понятно, что здоровое питание. Ну, иногда я тоже могу поесть у мамы жареные картошки. Ну, это же нормально. Ну, что тут такого. Но мясо я не ем. Может быть, в этом я чувствую легкость. Для женщины мясо, я считаю, что вообще она интересна. А как пришли к их грязни? Ой, да я кушала-кушала. Мне всегда от него было тяжело с мясом. Мне комфортно. А потом как-то я проснулась. Мне что-то снилось всю ночь. И я всем позвонила. Бабушке, маме, всем родственникам. И сказала, что я буду к вам приезжать в гости. Мне никогда не предлагайте мясо. Я не буду. Они все... Яна, что ты придумала? И что? Я с того момента, ну, уже лет 5 я не ем. Ну, и не хочу. Поэтому для женщины, ну, как бы и не надо. Не, ну, хотя говорят, когда беременна, и может и надо было. Для следующей вопросу Алла спрашивает. Привет, Яночка. Не за горами уже новогодние праздники. Как планируешь провести этот Новый год в семейном ВУ или на сцене? Ой, Аллочка, здравствуйте. Спасибо за вопрос. Я пока не знаю. Надеюсь, что можно будет поработать. Потому что я привыкла к последние праздники новогодние. Мы всегда где-то в каких-то разных городах. И с людьми это тоже весело. Ты попоешь от души, что люди веселятся, им приятно. Знакомство. Это тоже праздник такой. Дома еще успеем посидеть. Потому что дети, семья. Вот тогда работать, может, на Новый год и не захочется. А пока, э-э-эй, можно. Следующий, но смело спрашиваю. Здравствуйте, Яна. Если у вас видительские права, ходите ли к машинам самостоятельно? Есть права. Вожу, но редко. Потому что я в Киеве боюсь водить. Я боюсь не за себя, потому что я очень аккуратная. Но вокруг подрезают и некультурные многие. В общем, боюсь немножко. Неприятные люди на других? Ну да, очень много. Я же аккуратненько, потихонечку. Тут такой целый блиц, вопрос-ответ. Пригодяешь, как-то вот девчачий мини-блиц, вопрос-ответ. Любимый аромат. Каким сейчас пользуешься? Я обожаю два аромата. Томфорд, табакованил и манталь шоколадные. Следующие три средства, которые всегда в твоей косметичке. Три средства. Это подглазки беленькая. Мы его так называем с девочками. Помада гигиеничная, потому что у меня сохнут губы. Ну, пожалуй. И куча заколок, либо резинки. Ну, если это можно отнести. Но это не косметика, но, в общем. Потому что с волосами иногда жарко, но они в косметичке. Так, следующий вопрос. Какой стиль больше нравится? Ты считаешь классика, романтика, казуал или микс? Или свой вариант? Ой, ну, был вот у нас период, когда мы все носили в 80-е такие. Мы даже с Костей, когда вот в Iron Pills, мы не могли найти вещи в стиле 80-х, но их невозможно купить у нас. Нет, находили у бабушки у него разные блузы, там, у моей бабушки, у мамы. И еще мы находили концертные костюмы, которые перешивали, переделывали в секонд-хенде. Да, были такие времена, и мы вот ходили в 80-е, такие плечи модные. Сейчас понятно, что я уже и не так одеваюсь, но это всегда по-разному. Иногда хочется романтичное длинное платье, иногда кэжуал. Да, ну, нельзя в одном и том же. Конечно, черное платье, это всегда кокошь-анель. Город, в который хотелось бы возвращаться и возвращаться. Ой, сейчас мне очень хочется в Лос-Анджелес. Такие воспоминания, когда мы были там в американском Шансе. Это первый город за границей, в котором я побывала в 18 лет. Этот проект, группа Глэм, а, еще Глэм была, точно. Вот, туда мне очень безумно хочется вернуться. А так, больше там, где я родилась, честно, нет, не хочется. Оставим у Санжелес. Любимое время года? Лето. Конечно, лето. Какой фильм или книга тронули, заставили задуматься? Ой, не знаю, сложно так сказать. Я как-то, знаете, в последнее время смотрю фильмы или читаю и думаю о другом, о своем. У меня в голове какие-то проекты, у меня в голове планы. Ну, что, 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 что же, что же, что же. Мы читаем с мужем перед сном книги о бизнесе, поэтому я не могу сказать, что они меня тронули как-то. Это все такое, романтичных книг я не читаю. Ну, в общем, что бы тронуло меня, нет, не могу сказать. Ну, и девиз, с которым идешь по жизни. Ну, знаете, всегда, если это можно назвать слоганом, девизом, всегда только учиться. Потому что наша жизнь, мы живем для того, чтобы учиться. Я никогда не хвалю себя, я никогда не могу сказать, что это я сделала суперкруто. Я не могу, хотя, если мне кто-то скажет, там, ну, это очень крутая песня, я все равно знаю, что нет, это не то, это еще не то, это еще не круто. И иногда я себя ругаю за то, что я не могу себя оценить, не могу себя похвалить. Ну, а с другой стороны, я очень рада, что я самокритична очень сильно. И поэтому, наверное, у меня и получается шаг за шагом потихонечку. Люди, которые говорят, что я очень крутой, я крутая, я всему научилась, или я все умею, я делаю это классно, я даже не хочу слушать это. Потому что это все, это такой ступор, это стоп для жизни. Поэтому надо всегда учиться всему, потому что еще сколько всего в мире, которое мы не умеем и не знаем. Спасибо. Вопрос от Марты. Здравствуйте. Яночка. Вы пишете песни все сами или трудитесь с некоторыми авторами? Я в основном пишу все сама, даже если мы сотрудничаем с авторами, я вношу свои какие-то видения. Да, да. Мы, ну, очень мне помогает Рума Бесселлер. Вот. Некоторые песни мы напополам. Он там у меня свои идеи, я свои, мы это воплощаем вместе. Сережа Леон, тоже он где-то с нами участвует. Участвовал в одной из моих песен Дима Монатик. Вот. Он как автор, как артист, он мне импонирует, он хороший человек. Ирочка его очень хорошие они люди, и поэтому они в моем кругу. Вот. Ну и все. Это все люди, которые как-то где-то внесли что-то. Конечно. Но почему бы и нет? Нужно слушать талантливых, умных людей, потому что иногда ты уже не слышишь, ты что-то придумал, и тебе кажется, что все хорошо. Нужны коллективы. Ну и мне помогает, конечно, муж мой Олег, он слушает, и, в общем, его комментарии для меня очень важны тоже. Следующий вопрос. Ирочка страшная. Привет, Яна, ты сейчас много времени начинаешь танцем. Какие танцевальные стихи тебе больше всего нравятся? Ой, ну смотрите, мы, я занимаюсь с Русланом Маховым, тоже он человек с нашей команды. И мы танцуем абсолютно разное. У нас мы начинаем разминаться, растяжки, потому что моя мечта сделать вот так вот ногой. Вот. И мы танцуем разное-разное. Сейчас он у меня все ставит, все песни. Очень комфортно с ним. Он никогда не хвалит, это тоже супер. И, в общем-то, ну, разное. Я не знаю, джаз-фанк, где-то какие-то элементы хип-хоп. Ну, не контент, конечно. Это не в нашей. Вот, приходите все 20-го. Так хочу, чтобы все увидели, услышали. Как получилось. Да, да. То, что, к чему мы... Ну, пока что. Первый шаг наш. Делаю следующий вопрос. Кира спрашивает. Здравствуйте, Яна. Почему вы хотели работать на сцене под псевдонимом? И почему в итоге оказались в этой идее? Псевдонимом? Хотели бы вы работать на сцене под псевдонимом? Нет, я не хотела. Я просто... На самом деле, у меня моя настоящая-настоящая фамилия, она немножко не соломка. Это фамилия моего дедушки, и она другая. И там со временем произошли изменения. Поэтому... Но эту тайну я немножко открою попозже. Мы сейчас там все это... Документы туда-сюда. И она другая, да, не соломка. Но это не псевдоним. И, кстати, кто-то у меня спрашивал, что так соломка это же псевдоним. Нет, это не псевдоним, но это измененная моя настоящая фамилия. Но в скором времени я вам расскажу. Ждите, все будет на разъезде. Следующий вопрос Жанна спрашивает. Привет, Яна. Вы подбирали себе для выступления шоу-балет. Как справились с этой задачей? Кстати, первый раз я проводила кастинг, да. Приходили девочки, мальчики, танцоры. Приятно было, что пришло много людей. Ну, для первого раза. Я незнаменитая певица. Поэтому мне было очень приятно. Мы проводили его в школе Ди-Сайт. Вот моя поддержка тоже такая. Мы всегда там занимаемся. И пришло человек пятьдесят. Классные. Но у меня есть свои параметры. У меня есть параметры роста. Я хочу, чтобы это были сексуальные девушки. Не маленькие. Потому что в основном танцоры немаленького роста. Метр шестьдесят. Шестьдесят четыре. Я метр семьдесят три. Поэтому и мне нужны девушки. И все такие сочные. Все аппетитные. И все сексуальные. Вроде бы я их нашла. И очень хорошие девочки. Мне комфортно с ними. Четыре танцовщицы. Профессиональные. Они педагоги. Но, кстати, из них только одна была на кастинге. А тех троих мы не знаем, что у нас кастинг. Но нашли. Все. У нас команда образовалась. Пока что. Команды музыкальные и танцевальные. Да, вот это. Чеша, тут Кирилл спрашивает. Яна, ты иногда подчищаешь футбольные и баскетбольные матчи. Есть ли твоя любимая команда в этих видах спорта? Ой, так приятно. Я не знаю, что вы знаете. Да, я болею за шахтер. И я была пару раз на баскетбольных играх. У меня просто подружка, и она меня туда водила. Потому что она там фанатка баскетбола. Я нет, но чего. Мне интересно посмотреть на игру. Это, конечно, такое, как шоу. Девочки там танцуют и выбегают. За киевскую команду мы болели. Да, Будивэрингол. Вспомнила, Будивэринг. Мы болели, вот, я была пару раз. А футбол я очень сильно болею за шахтер. И всегда болела за эту команду. Да. А где ты еще любишь спорта? Вот, какие-то футбол и баскетбол? На что я ходила, смотрела, чем интересуюсь, да. Только футбол и баскетбол, пожалуй. А девушке нравится фигурное катание? Нет, мне не нравится фигурное катание. Мне вообще не нравится. Нет, это очень сложно. Это очень красиво. Как-то, ну, нет. Полный баскетбол, да. Да, да. Спасибо большое. Первый вопрос у Эля спрашивает. Яна, расскажи, как у тебя рождаются песни? Что ты сначала придумываешь, музыку или слова? Что тебя вдохновляет на написание песен? Спасибо за вопрос. Когда я пишу песни, чаще всего у меня рождается мелодия в голове. Иногда, когда я засыпаю, я быстренько открываю один глаз и на диктофон пишу ее. Потом утром слушаешь, что это такое. Ну, в общем, напишу я на английском. Я английский учила только в школе. У меня был замечательный педагог. Это был мой лучший и самый любимый предмет. Ну, что мы можем в Чутово там научиться в Полтавской области? Ну, и то. Я считаю, что наш педагог был очень классный по английскому языку. И она меня многому научила. И поэтому сейчас я иногда вспоминаю такие слова. И у мужа спрашиваю, он хорошо знает английский. Я спрашиваю, говорю, а что это значит? Перевожу. Он, да. Говорит, куда я знаю это слово? Я не знаю. В общем, я пишу на английском. И потом я стараюсь перевести на русский. И это мне сложнее. Да. Муж помогает, я спрашиваю так. А что это слово значит? Он такая, а, откуда оно у меня? Где-то услышала, вспомнила. В общем, ну, так и пишу. То есть, там слова, потом уже мелодия. Мелодия, потом слова английские, а потом перевожу на русский. Но с этим пока я еще учусь. Ну, да. Следующий вопрос. Поле страшное. Здравствуйте. Планируете ли вы съемки клипа на одну из ваших слоевных песен? Ну, конечно, да. Почему бы и нет? Планирую. Когда? Пока не знаю. Пока мы живем 20-м числом. Может, перед нам годом, может, после. Но, конечно, сделаем. Надо же уже до конца довести. Дело-то. Вы не выпускаете альбом? Ну, альбома, не знаю. Если в этом необходимости, мне кажется, сейчас в наше время. Нет. Опять муж, который повторяется, наверное. Яна, ты попала в многих странах, куда еще хочешь поехать? Куда хотел бы я ходить? В страну. Какой был? Мне муж рассказывал, что очень классно на Бали. Я там ни разу не была, поэтому я мечтаю туда зарыться на месяц. Если бы там еще был рояль или фортепиано, и там пожить в теплоте. Ночек. Да, везде хочется побывать. Ну, я надеюсь, что мы с семьей будем путешествовать по всем странам со временем. Надо побывать. А чего вот это жить, прожить жизнь и не побывать в какой-то из стран? Надо работать, стараться, чтобы путешествовать. В Киеве хочется в теплые края. Ага, сегодня снег уже там идет, думаю. Следующий вопрос. Нелли спрашивает. Здравствуйте, Яна, вы любите ли вы петь в караоке? Если да, то что им нравится? Ой, там было время, когда мы очень часто ходили в караоке. Это, по-моему, да, весной. Мы и в Донецке ходили, и в Киеве. И даже в Ровно мы как-то с мужем ездили там на свадьбу, и там ходили в караоке. Мы любим, почему? Послушать людей, это всегда весело. Попеть. А я же еще там работала когда-то. Когда? Пять лет назад. Я работала в разных караоке. И я знаю это изнутри, как это тяжело. Я знаю, когда эта девочка ведущая ходит и носит микрофон, и принимает заказы. И я все знаю, всю эту кухню. И мне тем более приятно пойти и вести себя не так, как обычно там ведут люди в караоке. Поэтому мы и веселимся, и поем, и, в общем, и танцуем с мужем. И да. И даже рюмка водки на столе тоже может быть, эта песня. Почему бы и нет? Все ее поют. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. Яна, кто твой главный критик? Кто дает тебе советы? Муж тебя критикует? Ну, да, главный мой критик муж. Но он мне этим помогает. Ну, как бы и я еще свой главный критик, потому что я себя не хвалю. Я не знаю, когда-то это случится, интересно. Не, ну, может я себя и оценю когда-то. Да, ну, когда-то. Ну, да, главный критик муж, он говорит все объективно, как есть. Если это плохо, это плохо. Ну, кстати, в моей команде все объективно. И никто не говорит, ой, всех, всех очень-очень хорошо. Нет, все. Если Руслан Танцор, мы где-то залажали там, извините, немножко, но он сказал, ну, очень плохо, все очень плохо. Зато будем стараться. Да. То есть критик основной муж? Основной, да. Мама даже, знаете, она скажет правду, но она же мама. Она всегда скажет, ой, очень классно, очень все классно. Вот так, мама, скажи, как, скажи, что плохо. Ты должен вопрос повторять очень много раз. Я на трассе, ты говоришь о своем супруге. Кто интересуется вашим супругом? Да, я так, мне кажется, на эксклюзивном интервью, еще там на свадьбе, я все... Да. А что же рассказать вам? Что же вам рассказать? Ну, его зовут Олег. Олег, он совершенно в другой сфере работает, шиппинг, корабли, такой бизнес, совершенно морской бизнес. Он для меня тяжеловат, там все очень сложно, это, конечно, не творчество. Но в нем есть творчество, и он, поэтому вот, меня и поддерживает. Поэтому что мне еще рассказать вам? Если бы, знаете, так потоком были вопросы, я бы... А так, расскажите все о мужа. Да, расскажите о мужа и все. Он занимается морским бизнесом, очень сложным. Что я могу еще сказать? Он все что личное, ну... Он моя главная поддержка сейчас, и он мне очень помогает. Если бы не он, я в некоторых моментах очень нерешительная. Во мне очень много женского, и нет мужского такого. Так, все, 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 все равно, я буду делать так, я знаю, что... Я такая воздушная, могу куда-то улететь, я там знаю, что мне надо сейчас что-то сделать, но я могу улететь и забыть, а потом вернуться. И Олег такой меня всегда держит в тонусе, так? Так, поэтому это мне очень помогает. Хорошо, к следующему вопросу. Яна, верите ли вы в чудеса? Были ли в вашей жизни чудеса? Да, конечно, верю. Я думаю, что девочки все должны верить в чудеса, потому что они случаются. И вообще я верующий человек, и я верю, что нам... У нас есть ангелы-хранители, и они нам очень сильно помогают. И нужно читать «Отче наш», и просить, и все, все, все случается. Главное в это верить. И если мужчины там где-то над нами хохочут, что мы такие, ну, все равно, есть чудеса. Надо нам, девочкам, верить, и, в общем, все сбудется. Да. Следующий вопрос. Тарас, спрашивая, Диана, если бы тебе предложили, ты бы предложил, например, для плейбоя? У меня, на самом деле, там, я не знаю, правда-неправда, но через наших работников вроде бы как бы предлагали, но я сто процентов и не знаю. Но, как видите, меня еще там нет, а я думаю, в «Жиллафе» есть. И поэтому... Нет, я считаю, что это так ужасно. Это вот когда девушка, извините, все показывает, соски, попу и так далее, а что потом? Уже вообще не интересен этот человек. Абсолютно. Я смотрю, вон, на обложке очередная девушка, артистка, мне абсолютно уже не интересно на нее смотреть в одежде. Ну, для меня это, даже когда это, ну, как вам объяснить, ммм, плейбой, ладно, но почему не делать это красиво в каких-то тканях или как-то, ну, все равно прикрывать, но открывать грудь полностью, я этого вообще не понимаю. Это так ужасно. Это уже... Ну, это не женщина для меня. Это не женщина. Абсолютно. Когда нет загадки, неинтересно. Абсолютно неинтересно. Следующий вопрос. Про языки Ника, Сташа. Такие странные языки вы знаете, вы делите или хотя бы один из них совершенство? Английский вы даже не знаете совершенно. Ну, английский я общаюсь, да, но нет, совершенно мы, наверное... Не, ну, хотя, конечно, и есть люди, которые в Украине знают совершенно. Нет, я не совершенно знаю, я общаюсь. Да, и пишу песни, общаюсь, но я не могу сказать, что это на сто процентов. Как-то в институте даже итальянский учили, потому что институт музыки Глиера это серьезное заведение, учебное заведение. Оно самое, я считаю, что самое классное в Украине. И мы изучали итальянский, но я помню пару слов. И все. Вот так вот. А вообще хочу, конечно, выучить. Хорошо. Ну, это последний вопрос. Ева спрашивает. Здравствуйте, Яночка. Чем вы увлекаетесь помимо музыки? Так много в моей жизни музыки только. Ну, путешествия, музыка. Любим на велосипедах с мужем кататься. Я даже пробовала... Ой, это так смешно. Просто мой муж хорошо катается на кайтах, там, на доске, вот это вот, все эти вещи. А я как-то пробовала встать. Я даже не помню, как это называется. Ну, такая доска, ты обуваешь ноги, завязываешь, и тебя катер как бы тянет, и ты должна встать. Это так сложно. Как называется? Нет, забыла. Боже. Хорошо, что Олег не слышит. Позор. В общем, я хочу научиться всему, чего боюсь. Я боюсь очень глубины и боюсь высоты. Я еще, у меня все впереди. Поэтому пробовала, не получилось. Буду пробовать опять. Дождемся лета. Вот. А так, что там? Что-то, что-то еще? Не знаю. Олег, мне даже кушать запрещают готовить. Что ты занимаешься этим делом? Сейчас это вообще ни к месту, ни к времени. Представьте, какой муж хороший. Вот. А я люблю готовить. Спасибо большое. От вас пожелания, поклонников, читателей? Предложения. Ой, мне, я еще раз повторю, что мне очень приятно, что есть люди, которые следят за моей жизнью, и я всегда читаю, и ВКонтакте, в Фейсбуке, Инстаграме. Мне очень приятно. Если я не успеваю отвечать, вы меня простите, но я знаю, что вы у меня есть, и я очень жду встречи со всеми. Я прям хочу такой огромный зал какой-то, и чтобы мы все-все-все собрались вместе и говорили долго-долго. Спасибо вам огромное, и 20-го числа я всех жду. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Спасибо.